Добрый вечер! 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 Точно так же на крайней сессии у нас выступали афганцы, опять же по той же проблеме, что областной совет выделил деньги, которые необходимы субсидии для воинов, прошедших Афган. Но областная державная администрация в лице курирующего департамента, профильного департамента, не смог наладить эту работу. И тут мы можем говорить о многих вещах. А каков был это голословное заявление, что в Бессарабии живут одни сепаратисты. Бессарабия, я хочу напомнить, что город Измаил дал ошеломительные результаты на последних местных выборах. Именно в поддержку партии президента, солидарности. А после этого мы получаем от губернатора такие заявления о сепаратизме. И обвиняя наших коллег из нашего края в том, что они способствуют сепаратизму. Вместо того, чтобы приехать и попытаться урегулировать ту ситуацию в Лощиновке, которая была у нас несколько месяцев назад, когда случилось такое горе. Вместо того, чтобы прислать туда квалифицированных работников МВД, так как МВД и лорд Кипанидзе должен способствовать продвижению реформ в области. Господин Саакашвили приехал и разлагольствовал на разные темы. Но кроме конкретики, конкретных решений никаких никогда не давалось. Говорили, вот эти мне мешают, вот темы мешают. Например, вы знаете, что в городе Днепр, пару недель назад, по-моему, был открыт центр на Днеадминпослуг. И я почему-то не слышал заявления от губернатора Днепропетровска, Днепра или от руководителя данного центра о том, что тот правильный закон, проголосованный в Верховной Раде, который, я не хочу вдаваться в подробности, но который дает, в двух словах, если сказать, который защищает граждан от рейдерства, а именно регистраторам, если они выдают неправильные документы или какие-то заведомо ложные документы, им грозит уголовная ответственность. Что в этом плохого? Я вот здесь не могу понять. А то, что там нельзя брать за какие-то услуги, предоставляемые этим центром дополнительные деньги, ну, почему-то это никого не забеспокоило. И дело тут не в коррупции. Коррупция, когда, знаете, на воре и шапка горит. Вы это знаете не меньше моего, мы с вами жители одного города, одной области. Что все коррупционные скандалы, которые здесь поднимались, в Одессе, в них так или иначе замешан господин Саакашвили. Так или иначе проследуется, как говорят, его след. Ну, о чем мы говорим? О том, что господин Саакашвили, уйдя в оппозицию, будет опять говорить ничем не подкрепленные лозунги. Давайте сделаем маленькие тарифы, давайте убьем коррупцию. Давайте. Кто был против и сейчас все за. Но только скажите мне, пожалуйста, Константин, если вы приходите сюда и получаете такой карт-бланш от президента, не был ни один губернатор, у которого был такой карт-бланш, и руководство прокуратуры, и руководство МВД вам в помощь, руководство таможни, пожалуйста, начинайте, делайте. Но нет, руководство прокуратуры занималось исключительно делами Геннадия Леонидовича Труханова, мэра города Одесса, вы знаете. Можно по-разному относиться к Геннадию Леонидовичу. У меня тоже к нему свое отношение, но нужно уважать те голоса, которые за него проголосовали одесситы. И он победил в первом Туе. Значит, люди ему доверяют. И постоянно говорить о том, что вот он мешает, мешает областной совет. Мешает областной совет в чем? В том, что мы не выделили деньги на центр админуслуг, мы выделили сразу по его просьбе. Но полгода очень талантливым молодым юристом с якобы гарвардским образованием, но я хотел бы тут сделать пометочку, что гарвардское образование это когда человек не прошел курсы при гарвардском университете, там от полугода до года, а закончил университет. Вот это и есть гарвардское образование. У них у всех там месячные какие-то курсы. Мы полгода объясняли этим людям, которые не понимают законы Украины, о том, что державное предприемство финансируется с державного бюджета. Ну, полгода мы потратили на это, потом мы полгода тратили на то, чтобы объяснить, что нам нужно создать коммунальное предприятие. И так везде. Незнание ни законов Украины, ни понимание структуры приводят к тому, что все вокруг мешают. Это не есть правда. Понимаете? Слабый ищет причины, по которым ты не можешь сделать, а сильный ищет возможности, чтобы это сделать. Так это получается, Михаил Николозович пасует. Пасует перед трудностями. И обвиняет очень многих моих депутатов, в том числе и меня. Я пришел во власть как молодой политик год назад. Для того, чтобы действительно получить результаты. И эти результаты работы областного совета без кучи телекамер, без кучи пиара дурацкого. И без криков, мне мешает и так далее, есть на сегодняшний день. Последнее из которых, вы знаете, вот мы вернули большой лед в Одессу. Давайте, да, перейдем уже к большому льду. Михаил Николозович займет свою, скажем так, логичную нишу в оппозиционном русле. Я думаю, никто об этом не сомневается. Он пополнит эти популистские партии, такие как Радикальная и так далее. Да, вчера состоялось, вот о результатах, состоялось грандиозное открытие ледовой арены в дворце спорта. Расскажите, как вот родилась идея изначально создать там ледовую арену. Более 20 лет в Одессе не было большого льда. Как она будет эксплуатироваться? Кто участвовал? Значит, участвую, во-первых, это сугубо решение областного совета. И я за это очень благодарен всем моим коллегам в областном совете, которые поддержали эту инициативу. И огромная благодарность частным инвесторам, которые откликнулись на нашу просьбу. Ледовая арена теперь будет работать в постоянном режиме. Коммерческая часть будет только три раза в неделю, во второй половине дня. А все остальное время она будет служить на благо нашей федерации фигурного катания в Одесской области. И я очень надеюсь, вместе со своими коллегами, что такую прославленную школу, как Одесская школа фигурного катания, мы возродим и вернем ее на прежний уровень. Да, мы знаем, что олимпийские чемпионы, призеры специально прилетели со всего мира вчера на открытие. Было действительно грандиозное шоу. Вот помимо фигурного катания, я знаю, что и хоккеисты там будут заниматься. Абсолютно верно. Я не знаю расписание, кто там за кем следует. Это пригласите руководство льдинки, они вам расскажут. Но хоккеисты, и вот у нас был на открытии замминистра, который просто очень был благодарен. Он говорит, ну наконец-то в Украине теперь немногие города могут похвастаться вот таким вот, такой вот ледовой ареной. Это только первый шаг областного совета. Безусловно, здание еще требует реконструкции, ремонта и так далее. Вы опередили мой вопрос. Да, но это наш первый шаг. Я думаю, что постепенно, но достаточно быстро и эффективно мы приведем нашу ледовую арену не только внутри, но и снаружи в тот надлежащее состояние, после которого нам не будет стыдно показать ее всему миру. И у нас на следующей очереди это и Олимпиец. И я вам хочу сказать, что ко мне вот вчера на открытии подходили не какие-то эфемерные мнимые бабушки, которые подходят к Микаилу Николозовичу и говорят о том, что ой, не бросайте нас. А подходили реальные люди и благодарили за реальные поступки, за реальные дела, а не за пустые обещания. Вы же прекрасно знаете, что очень легко заработать политический рейтинг, говоря о том, что вы хотите борьба с коррупцией, я ее побежу. Вы хотите тарифы на газ меньше, я вам сделаю. Хотя Михаил Николозович со своей администрацией ставил палки в колеса по поводу того, чтобы мы через областной бюджет по программе энергосбережения начали реально помогать населению. У нас есть теперь две возможности. Это первое, это субсидии, которые идут с государственного бюджета, к слову сказать, полностью проваленные администрации. Мы на последнем 26 месте среди областей в Украине. И второе, это наша программа по энергоэффективности, где мы утепляем крыши, где мы меняем окна в подъездах на энергоэффективные, и где мы утепляем фасады. Хочу сказать, что в тех зданиях, где мы это уже сделали, при нынешней еще невысокой температуре, экономия на один квадратный метр уже составила 8 гривен. Это еще была невысокая температура, ну не низкая, вернее, температура за окном. То есть вот эти реальные шаги, вот мы это делаем. Школы, которые мы ремонтируем. А Михаил Николозович с нами, подписав меморандум, я могу его на следующий эфир принести, где он обязуется помогать и содействовать тому, чтобы деньги прошли в регионы. Потом дает, опять же, незаконное распоряжение, запрещая департаменту финансов финансировать те объекты, за которые проголосовала сессия. И как следствие тому, мы только с лета начали их финансировать. И поверьте, мы уже 70% закончили. И вы можете, я приглашаю всех журналистов для того, чтобы они приехали и посмотрели реальные, реальные дела, которые можно потрогать. Которые нужно показывать людям. Дороги, которые не строились веками, которые сейчас делаются благодаря, опять же, депутатам областного совета, депутатам Верховной Рады, блоку Петра Порошенко «Солидарность». Ну вот, вот есть реальные вещи, а есть вещи, что, извините, сам дурак, мне все мешают, я виноват. Анатолий Игоревич, спасибо, что пришли к нам в студию. Разговор сегодня получился, как для прямого эфира, очень откровенным. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Анатолий Урбанский, председатель Одесского областного совета. Мы работали в прямом эфире. Это была студия «Репортер». Ее провел Константин Гречаный. Всего доброго.